Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы продолжаем читать книгу Иисуса Новина для библейского портала экзегет.ру. Третья глава повествует о переходе Иисуса Новина и всего Израиля через Иордан. Переход чудесный, не менее чудесный, чем переход через Красное море после исхода из Египта. Иордан в древности представлял собой не такое жалкое зрелище, которое он представляет собой сегодня. Если сегодня Иордан может курица пешком перейти, то раньше Иордан был мощной, могучей рекой. И особенно весной, когда Иордан наполняется водой, бурные потоки оттающих на хермоне снегов устремляются по его руслу. Говорят древние путешественники, что даже в это весеннее время, время разлива Иордана, даже самый отважный всадник на коне не отваживается форсировать Иордан. Заметим, что переход Иордана происходит во время жертвы Ичменя, то есть как раз таки весной перед Пасхой. И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Ситима, и пришли к Иордану он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя. Через три дня пошли надзиратели по стану, и дали народу повеление, говоря, «Когда увидите ковчег Завета, Господа Бога вашего, и священников, и левитов, несущих его, то и выдвиньтесь с места своего и идите за ним». Первыми должны вступить в воду Иордана священники, несущие ковчег Завета. В этом ковчеге скрижали Завета. Это самая главная святыня народа. Ковчег, в котором содержится божественное слово, раздвигает воды Иордана, и за ним уже, за ковчегом, следует народ. «Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили с ним путем ни вчера, ни третьего дня». «И сказал Иисус народу, «Освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Они должны быть ритуально чистыми, переходя. Переход Иордана здесь и вступление в землю хананскую представлено как некое священно действие. Впереди ковчег. Народ очистившийся, народ освященный, народ готовый к завоеванию этой земли, и шествует вслед за своей главной святыней, ковчегом Завета, в которой хранятся божественные словеса, в котором хранятся скрижали Завета. Священникам же сказал Иисус, «Возьмите ковчег Завета и идите пред народом». Они взяли ковчег Завета и пошли пред народом. Священники выполняют повеление Иисуса Новина. Иисус Новин был из колена Ефремова. Ефремово колено станет самым главным по своей многочисленности, по своему могуществу, самым главным коленом в северном израильском царстве. Позднее, когда царство израильское разделится, и часто пророки будут называть Израиля, используя синегдаху, когда частью обозначается целое, будут называть весь Израиль Ефремом. Ефраем – самое могущественное, самое сильное колено Израиля. Иисус Новин происходил из этого колена. И вот он, как вождь, как преемник Моисея, как тот, через кого действует и говорит Господь, он здесь имеет право командовать и левитами, и священниками. Что он и делает, а те с охотой и беспрекословие подчиняются своему вождю. Тогда Господь сказал Иисусу. Смотрите, Господь говорит Иисусу, представителю колена Ефремова. Он не обращается, Господь, здесь к священникам. Но священники здесь послушны Слову Господню, которое передается им через Иисуса. А обращается Господь не к священникам, а к Иисусу Новину. Сказал Иисусу, «В сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, чтобы они узнали, что, как я был с Моисеем, так буду и с тобою». «А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи им, как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». Можно себе представить эти бурные весенние потоки могучего Иордана, в которые несущие ковчег завета вчетвером священники входят в эти воды. Эти воды едва не сбивают их с ног. Вот они заходят. Заходят, может быть, уже даже по пояс. И что же им дальше? Дальше они не могут форсировать этот Иордан. Эти мощные потоки препятствуют им преодолеть эту водную стихию. И вот они должны остановиться посредине Иордана в Иордане. Иисус сказал сынам Израилю, «Пойдите сюда и выслушайте слова Господа, Бога вашего». И сказал Иисус, «Из всего узнаете, что среди вас есть Бог живый, который прогонит от вас хананеев, и хитеев, и и веев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и и иусеев». Семь хананских народов. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан. Господь, Он господин, хозяин над всей землей. А это Его ковчег. И все трепещет пред Господом, пред Словом Его. А в ковчеге содержится Слово Господне. Послушны Ему реки. В псалмах будет воспет это событие. Иордан возвратился вспять, сказано. «И возьмите себе двенадцать человек из колен Израилю, их по одному человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет. Текущая же сверху вода остановится стеною». Здесь речь идет о чудесном событии. Часто Иордан действительно иссыхает. Это происходит в результате землетрясений, когда переграждается падающими камнями, которые отрываются от гор. Переграждается Иордан. И на несколько дней течение воды прекращается в связи с этой естественно образовавшейся плотиной. Но здесь речь идет не об этом. Здесь священный писатель подчеркивает именно чудесность этого события. Это было весной, это было во время жатвы Ичменя. Никакого землетрясения не было. Чудесным образом, как когда-то воды Черного моря, воды Иордана остановились. Текущая сверху вода остановится стеной. «И так, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, нежших ковчег, погрузились в воду Иордана». И вот дальше текст в скобочках. Священный писатель делает такое, как бы мы сегодня сказали, примечание и говорит, «Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы». Жатвы пшеницы, я оговорился чуть выше, сказал Ичменя, речь идет о жатве пшеницы. Это весеннее время, весеннее. И Иордан переполняется чрезвычайно от тающих в горах снегов. «Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана. А текущая в море, равнины в море соленое, ушла и иссякла». Соленое море Ямамелах – это мертвое море, в которое впадает Иордан. Сладкий Иордан, пресный, не может это море опреснить. Это море в Библии называется соленым, оно вечно соленое. С тех пор, как Господь разрушил нечестивые города Содом и Гоморру, это море безжизненное, в нем нет жизни, в нем соль, в нем такое содержание соли, что и утонуть невозможно, и жизни в его глубине, в глубине этого моря нет. Оно называется соленым. Римляне позднее назвали его мертвым, но в Библии оно называется соленым. И вот произошло это чудесное событие. Вода в Иордане иссякла, сверху вода осталась стеною, а ниже по течению от ног священников, несущих ковчег, вода иссякла и ушла в соленое море. Дно Иордана обнажилось, и народ шагнул через эту границу Святой Земли, в ту землю, которая ему была обещана Богом. И народ переходил против Иерихона, священники, женевшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израилева переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Израильский народ здесь прообразует собой церковь. Иордан — это крещение. Через это крещение ведет нас Господь наш Иисус Христос, как когда-то прообразовательно Иисус Новин провел через Иордан свой народ. Никто из народа не погиб, не утонул. Чудесным образом произошло прохождение через Иордан. По суше народ перешел. Вот так же и мы, дорогие братья и сестры, переходим и в церковь, и в Царство Божие через воды крещения. Ведет нас этим путем, этой дорогой наш вождь, Господь наш Иисус Христос. И древняя история, события, связанные с завоеванием Ханаана, события, произошедшие во времена Иисуса Новина, повторяются уже в нашей жизни, повторяются в Новом Завете. И Иисуса Новина, книга и ее события являются таким образом прототипами тех событий, которые открылись уже в эпоху Нового Завета, во времена Иисуса Христа, и которые переживаем мы с вами. Это не значит, что те события малозначимы, или, как некоторые говорят, что некоторых из них могло и не быть. Нет, они эти события были, они чрезвычайно значимы в домостроительстве нашего спасения. Без этого, без Иисуса Новина и без завоевания обетованной земли не было бы подготовки к Новому Завету. Все эти события, и Моисей, и Иисус Новин, и последующая священная история, история Израиля, готовили человечество, и Израиль, и все человечество готовили к пришествии того, который проведет нас уже через самые главные границы, через самые главные пределы, непреодолимые для человека препятствия и введет нас в землю обетованную, в землю Господнюю. Мы читаем книгу Иисуса Новина для библейского портала экзегет.ру Экзегет.ру Экзегет.ру